Песня называется «Айс на крыше», поет София Ротару. Это такая песня со смыслом о мире. Чтобы люди поняли, что война – это плохо. Чтобы у нас все было хорошо, чтобы люди поняли. Цену мирного неба эти дети знают не понаслышке. Участники творческого коллектива живут в 800 метрах от линии разграничения зоны проведения АТО в селе Артема Станично-Луганского района. Летом ветераны Афганистана взяли местную школу под шефство, пригласив учеников на экскурсию в Харьков. Партнерство продолжилось участием в фестивале. Сейчас мы уже расслабились, уже можно сказать тихо. Но все равно, буквально вчера-позавчера очень сильной ночью шумели где-то в районе Дрюхизбинки или в районе Сагносербска. Ну, страшно, конечно, когда рохнет страшновато. Буквально недавно, в счастье, опять же обстреляли, перепугались, конечно. Опять тоже волнение, что было в 2014 году. Всеукраинский фестиваль патриотической песни «Солдаты мира 21 века» в 2000 году организовали члены Харьковского городского союза ветеранов Афганистана. Их целью было увековечить память всех солдат, принимавших участие в вооруженных конфликтах. Конкурс просуществовал 10 лет, но из-за отсутствия финансирования его проведение приостановили. И только в этом году нашли возможности возобновить. Это нужно всей Украине, такие подобные мероприятия, потому что это объединяет нас. Это дает почву для того, чтобы люди ценили свою землю, свою родину, любили Украину. Проведение фестиваля поддержала глава области Юлия Светличная, а также депутатский корпус областного и городского советов. Во время войны такой фестиваль нужен для того, чтобы увидеть это новое веяние, услышать эту песню, которая вчера родилась или позавчера родилась на передовой. В принципе, во всех мероприятиях, которые связаны с АТО, связаны с помощью ветеранским организациям, мы стараемся брать участие непосредственно и на уровне района, на уровне области, ну и на уровне страны. По словам организаторов, нынешний фестиваль проводят с целью популяризации лучших образцов антивоенных песен, формирования у молодого поколения чувства патриотизма и гражданской ответственности. Гран-при конкурса завоевали участники творческой группы «Ташакор» из Белой церкви. Один из исполнителей коллектива прошел войну в Афганистане, а сейчас активно помогает бойцам в зоне проведения АТО. Группа часто дает концерты на передовой. Ощущали, что за эти пять лет мы довольно много сделали вместе с афганскими организациями. И в нынешнее время, сейчас время войны, мы очень много поработаем для того, чтобы поддержать наших солдат и в денежном выражении, и выезжаем регулярно в зону АТО, и стараемся поддержать морально наших солдат. В целом, в конкурсной программе фестиваля приняли участие более 20 исполнителей разных возрастов из всех регионов Украины, как профессиональные авторы, так и любители, работающие в жанре патриотической песни. Оксана Зинковская, Юлия Семененко, Борис Буцевич и Алексей Жучков. Медиагруппа «Объектив». Продолжение следует...